Новые правила просты. Если в ДТП нет пострадавших, водители должны произвести несколько не очень сложных действий. Во-первых, нужно подробно снять само место происшествия, расположение машин на проезжей части, разметку и дорожные знаки. Во-вторых, привязать место ДТП к ближайшим зданиям и сооружениям. Желательно, чтобы при этом было видно и автомобили. Затем сфотографировать и записать, какие повреждения получили машины. Потом оформить бланк извещения о ДТП, который выдают вместе со страховым полисом. И, наконец, нарисовать схему аварий. И уже с этим пакетом документов отправляться в центр оформления ДТП. Кому все еще непонятно процесс оформления происшествий, можно в группе ГИБДД-24 в социальной сети ВКонтакте. Обучающий фильм размещен, то есть можно его посмотреть. Ну и опять же, если есть какие-то вопросы, то можно позвонить в дежурную часть полка ДПС по телефону 127 и задать свои вопросы. Кроме того, теперь можно и вовсе избежать всей этой бумажной волокиты. Если водители готовы решить вопрос на месте и сразу же оплатить ущерб, то им вообще не обязательно сообщать о такой аварии. Раньше это считалось оставлением места ДТП и каралось лишением прав или арестом на 15 суток. Теперь автовладельцам дали вольную, лишь бы проезд не загораживали. Однако пока люди только привыкают к новым правилам и даже готовы заплатить штраф в тысячу рублей, лишь бы им оформили аварию по всем правилам. Почему данные сомнения появляются? Как раз по причине того, что страховщики пользуются неграмотностью автовладельцев и начинают как-то избегать выплат. Но при этом при всем вы в любом случае, имея фото и видео доказательства, имея свидетелей, сможете доказать свою правоту. Плюс если вы как-то не доверяете той компании, в которой был застрахован виновник ДТП, вы можете провести независимую экспертизу, обратиться в суд и все свои права доказать. При этом при всем, все ваши понесенные затраты должен будет оплачивать страховщик. В любом случае, водители могут смело звонить в ГИБДД. Там им должны рассказать, как действовать в каждом конкретном случае. Могут ли они сделать все сами или все-таки придется ждать сотрудников дорожной полиции. Главное помнить, оформление ДТП без участия инспекторов – это право, а не обязанность водителей. И если есть время и желание, можно по-прежнему регистрировать аварии в ГАИ. Алина Штоколова, Александр Ермашенко, Новости.